Девушки отдыхают А вообще нормально так жил этот казачий полковник Ничего, скоро и мы нормально жить будем Не хуже генерала А кому спасибо сказать? Тебе, тебе, Ширя Так-то план грамотный Что-то я не уверен насчет этой дачи Вот это надежное место, по-твоему? Да тут сейчас все как Поэтому и надежное По этой заброшке много Кто шарится, отсюда не лезут Нельзя было сразу с собой на пароход? Гена, ну не тупи Нас еще с тобой туда не взяли А ты предлагаешь с этим По городу таскаться? Ну, ты же сам говорил, что им матросы нужны Вот и пойдем договариваться Без багажа Без багажа Субтитры сделал DimaTorzok Ммм, вкуснота А кто у нас самый лучший повар в мире? Мама Сейчас я все съем А то родится какой-нибудь обжорка Придется делиться Смеется Ты мне, кстати, тоже сообрази Чего-нибудь с собой Хорошо, соображу И мне еще надо до вечера Пирогов с ягодами напечь Как ты Алле понесешь? Нет, я думаю У Аллы там все как в ресторане На базу я обещала Ох уже эти светские рауты Могли бы вечером дома Твоими пирогами поужинать Я тебя не заставляю Можешь не ходить Да ну Но у меня здесь вообще больше никого нет Никаких друзей Ну все, ну брось Не дуйся Ну ты же не пузырь Друзей у нее нет А я кто, враг, что ли? Ты мне враг, да Я кручусь-кручусь у плиты А ты не ешь Иди быстро Остыл уже Слушай, товарищ командир Ну а потом была революция И подполковник Квитко уехал И оставил эту дачу А в гражданскую Тут засели белые И отстреливались И что? Ну что, постреляли всех А в советское время Здесь был санаторий Назывался Красный Шторм Послушайте, ну вот это вот Все обязательно надо пройти Еще кирпич кому-нибудь На голову упадет Жора Посмотри, какая красота Пошли Такое место романтическое Очень романтическое Столько народу здесь положили Денис, тебе тоже неинтересно? Что ты, Анжелочка? Это же потрясающе Я только устал ходить По вашим горам Мне бы в отель завалиться Я тоже устал А ты-то от чего? Денис, понятно, он здесь В командировке работал Ах да, простите Ты, наверное, здесь Бока себе отлежал, да? Я приехал отдыхать Отдыхать А это что, по-твоему отдых? Да Именно это и есть отдых Приятного аппетита Спасибо У тебя же дежурство кончилось Что, дома телевизора нет? Юлю жду Пока бумажки оформят Такая тяжелая жизнь у товарища майора Скажи Хорошо, что ты не майор Следующая Елена Семенова Дерзкое ограбление произошло в самом центре Сочи Ограблен ювелирный магазин Передаю слово нашему специальному корреспонденту Николаю Егорову Николай, здравствуйте Злоумышленники украли украшения на очень большую сумму денег И с нами сейчас директор магазина, который был непосредственным свидетелем, а также стал жертвой ограбления Расскажите, как это произошло? Двое их было Сзади подскочили В масках Приставили к шее пистолет Велели сигнализацию отключить Если бы вы отказались, как думаете, они правда бы выстрелили? Вы знаете, мне как-то не хотелось это проверять Но у одного из них голос был такой жесткий Я думаю, он бы выстрелил Мы детьми тут все облазили Я точно знаю, что там очень красивый вид Пойдемте Какая красота Слушай, ну туда я теперь точно не заберусь О, да я помогу Ты меня удержишь? А вот не факт Он за время отдыха так расслабился, что перестал ходить в спортзал А в Москве ходишь каждый день, да? Само собой Через день Это сразу заметно Ну, поможешь? Мы туда не спустимся Нормальный мостик Ну, это уже совсем лишнее, по-моему А вы, Денис, не ударите в грязь лицом? Лицом не очень бы хотелось Так, осторожнее А вы, Полина, идете? Да нет Как-то перехотелось Анжелочка, а вы меня не забыли? Не забыли Не, ну вы нормальные вообще Я вам что, в день по репортажу должна выдавать? Девушка На улице не знакомлюсь, всего доброго Так зачем вы на улице? Давай в машине познакомимся Садись, чего стесняться? А вы кто? Открой! Открывай! Ты мне еще обещал в ювелирный магазин показать Тебе зачем? Ну так Посмотреть что-нибудь красивое Зайдем по дороге Поля! Полина, ты где? Полин! Полин! Слушай, она, наверное, в город уехала Полин! Ну что, я заказываю такси? Давай Жор, едешь с нами? Надо Полину найти Может, она никуда не уехала? Да, она, наверное, обиделась Вот и прячется Ладно Пока Счастливо Удачи! Через три минуты подъедет Полина! 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 Это уже не смешно! Доброе утро! Доброе утро! Как вы в жизни занимаетесь? И куда мы сейчас едем? Аэропорт там слева, но это тебе не поможет. На-ка, деточка, надень шапочку. Мне идет? Ты не поняла? Быстро. А ты умничка и руками не трогай, я тебя вижу. Полина! Что за детский сад? Ты кто дебил? Я? А кто говорил, что в этот подвал ни один дурак не полезен? Приперлась овца тупая. Эта тупая не тупая, а сумку найти может. Сейчас мы ее шуганем, убежит как укушенная. Тсс! А то здесь все как... Ай, блин! Ты что наделал, лось копытный? Я что, споткнулся? Споткнулся! Как мы теперь ее достали? Так а нафига доставать? Сами же прогнать качели. Ты не девку, идиот, а сумку! Жор! Жор, ты там? Жора, это смешно по-твоему, а? Ну ладно, давай разбирать что ли? Правильно. Ага, мы руками неделю разбирать будем, а судно вечером уйдет. Слышь, она наружу вроде лезет. Лезет она. Сейчас завалит нашу сумку на тысячу лет. Нет, эту кучу голыми руками не возьмешь. Ну давай лопаты, может какие-нибудь принесем. Здорово, мужики! Здорово, а ты что тут? Девушку ищу. Это у вас тут громыхало? У нас громыхало, видишь? Реконструкцию проводим, внутри осыпается. А девушка туда вроде пошла. Туда? Да, я покажу тебе. Спасибо. Шир, ты это... Че? Без мокрухи только. Давай. Ай-ай-ай! Тихо, тихо! Можно уже глаза-то открыть, а? Тихо! Тихо! Нет никого, я слышу. Заброшка что ли? Иди давай, заброшка. А то сейчас так тебя заброшат, что кости не соберут. Тихо! 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 Юлия, я тут увидел случайно, по вашему профилю? Только Петрову лучше не надо говорить. Хорошо, Дим, ты молодец, что мне позвонил. Теперь просто отправь мне геолокацию и уходи оттуда, пока тебя не заметили. Дальше я сама. Дим, ты меня услышал? Нет, как я без нее уйду? А если вы вдруг не успеете, и что? Я бы Машу подстраховал. Точно? Ладно, я понял. Я понял, понял, ухожу. Алло, МЧС? Центр управления в кризисных ситуациях. Помогите мне, пожалуйста, я в санаторий. Ну, это... Которая дача полковника. Вытащите меня, пожалуйста. Девушка, вы слышите меня? Оборванный вызов с датчиком Витко, Новороссийское шоссе, дом 6. Возможно, есть пострадавшие. Пузырь. 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 Другом. Молодец. Молодец, Пузырь. Хорошо. Так. Теперь ты, мелкая. Другом. Молодец. 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 Хорошо. Семечки, надо, чтобы тебя кто-нибудь дрессировал, а то вон твои собаки больше тебя умеют. Ну-ка ты знаешь, чего я умею. Да? Покажи. Сидеть. Игорь, давай на вызов. А где Фомин? Не знаю, должен был прийти уже. Должен. А позвонить мне? Ага. Так, ладно. Бери Виктора Пузыря. А, нет. Что-то приключилось с девушкой на даче Квитко. Там ее еще найти надо. Товарищ майор, может, я лучше Пузыря и Стажера возьму вместо этого Семечкина? Можно. Только машину тогда не бери. На собаках поедешь. Хватит болтать. Виктор, готов? Конечно, готов, товарищ майор. Иди тогда снаряжение готовь и не беси меня. Да, и врача возьмите. Девушка по телефону кричала, возможно, ранена. Есть. Пойдем, Пузырь. Вон туда. Она точно туда пошла? Да стопудово. Я сверху видел, как она под доском пошла. Хорошо, я пойду посмотрю. Да, я дальше не пойду. Гребанусь тут. А ты легкий пройдешь. Только рюкзак сними, чтобы не оттягивала. А я тебе потом его переброшу. Ага, спасибо. А-а-а! А-а-а! Ну, чувак, что ты тютя такой? А-а-а! Больно? Лежи, не дергайся. А-а-а! Сейчас на помощь позову. Пожалуйста, скорее! А-а-а! Будь как дома. Отдыхай. И долго мне еще тут? Пока не поумнеешь. Пароль скажи. Пароль. Знаешь, деточка, я ведь тоже могу анекдот рассказывать. А могу по уху треснуть. И считай до трех. Раз. Два. Три. Четыре. Это пароль такой. Один, два, три, четыре. Хороший пароль. С фантазией. Слушайте, что вам от меня нужно, а? Не надо, чтоб ты поняла, что такое хорошо, а что такое плохо. М? Эй! Есть ли кто-нибудь? Слышите? Слышите? Ты где ходишь? Она там звонила кому-то, потом заорала, теперь молчит. Может, сама сдохла? Ей же лучше. Пацан тоже сдох? А я почем знаю? Не трынди, Генка. Ты его грохнул, да? Я тебя сейчас грохну, если будешь кипишить. Я сейчас серьезно, Генка. Не трогал я пацана. Он в яму упал, сам не выберется. Мозгами нужно шевелить, как сумку быстро достать и валить отсюда. Да я уже пошевелил. Видал, там недалеко стройка? Ну? Можно у них инструменты одолжить. Так иди, одалживай. Да, алло. Ну вот, я все вам отправил. Тут его доступ к облаку и аккаунт. Ага. А что делать дальше? Подержать до порядка и а назад? Ну, она ж мелкая совсем. Дороги не видел и никому ничего не скажет. Я голову отвечаю. Ладно, сделаю, как скажете. Сделаю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вперед, пузырь. Расходимся по периметру, сходимся к центру. А вы стук слышите? Семечкин, тут стройка. На стройке бывают стуки. Да не стройка, это звук какой-то. Кажется, оттуда. Пузырь, скажи ему, что это строители. Надо у строителей про девушку узнать, прежде чем круги наматывать. И а я о чем? О чем, о чем. Ладно, пошли. Пойдем, пузырь. Привет. Выяснил? Выяснил. Это турбаза. Она сейчас не используется. Идет под снос. Угадай с трех раз, кому она принадлежит. Будил его. Досрочный ответ. Пойхали быстрее, как бы он ее там не убил. Хотел бы убить, мочканул бы прямо на улице. Юля, Юль, ты уже отдежурила? Да, надо объехать по делам. Слушай, а ты Машку мою не видела, обещала прийти и куда-то пропала. Еще и Фомин на дежурство не явился. Ох, вообще мне все это ни разу не нравится. Ты к Фому просил все у Дронова, не переживай. А Маша, да, заходила, просто вы разминулись с ней. Еще зайдет? Да? Ну ладно, спасибо. Счастливо. Не стыдно в глазах папа Шевраде? Не стыдно. Не хватало еще, чтобы он туда поехал. Петров всю эту базу сожрет напалмом. И очень даже логично сделает. Угадай, кому Будилов полгода назад бабки переводил? Не знаю, Мусорскому? Досрочный ответ. Здрасте. Отряд МЧС 32-15. 32-47. Что у вас тут случилось? А что у нас? У нас все нормально. Крик какой-то слышали оттуда. Ну, вон, с той стороны. И что, вы даже не посмотрели? Может, беда с кем? Да народец тут всякий шляется. Наркоманы, шваль всякая. За каждым бегать. Так мы никогда эту дачу не восстановим. Кто кричал? Девушка? Вперед, Пузырь. Вперед. Отставить. Вперед будет, когда я скажу вперед. За мной. За ним, Пузырь. Пузырь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маш! Дима! Не ори! Я тебя вытащу отсюда. Как? Эти доски не выломать. Что, дверь вижу? А, тебя на ключ заперли? Какой там замок? Вроде обычный замок. Ручка такая обычная. Хорошо, это нам повезло. А, подожди. Так, сейчас. Сейчас, я... Сейчас. Ага. Что мне с этим делать? Иди дверь открывай. Чему тебя в школе учили? В школе медвежатников? Как дверь-то открывать? Крючок встать в щель между дверью и косяком. Круто. Ага. Все. Поворачивай направо по лестнице. Я буду сверху смотреть, чтобы тебя этот козел не спалил. А мой байк стоит у самого крайнего дома. В замке ключ. Беги. Семечкин, держи свою собаку и сам не упади. Нашел я пузырь? Господи. А что искать? Вон рюкзак лежит. Молодец, пузырь. Молодец. Не понимаю логики. Зачем снимать рюкзак и прыгать в яму? Женская логика. Только это мужчина. Сейчас это не настолько важно. Так, давай вызывай скорую и нести носилки. А ты готовь систему, будешь помогать спускаться. Есть. Да, МЧС. Отряд 32-15. Нужна машина скорой помощи на датчик витков в глубине территории. Датчик витков в глубине территории. Раз, два, три, четыре, пять. Кто мне спрятался, я не виноват. Так это ты ее спонсор? Нет. Набегался, прыщи. Повиси чуть-чуть. Отдохни. Не долго висеть. А это пока твоя журналюга мягкая не придет. Ага, сейчас она убежала давно. Я знаю эту породу, она тебя не бросит. А, так вы у нас, оказывается, психолог? А, так вы уйдете. вы приехали вы нашли полину нет не нашли думали она тут найдите пожалуйста найдем не волнуйся скажу тебя есть какая-нибудь вещь твоей девушки сейчас потерпи все будет хорошо книга 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 ну что можем поднимать нет не можем у него штырь землю заходит сначала копать надо потом вместе со штурём поднимать если его просто снять да нельзя если мы вытащим штырь у него будет сильное внутреннего кривотечения мы его точно не довезем значит будем пилить штырь все ты смотришь тащи болгарку есть болгарку сейчас мы вырезать будем сбросил палку отпустил руки за голову контроль свой фамин кто обещал идти а извините не успел целый а можно я сейчас уйду все хорошо геннадий ты чё стоишь ускорься не зарплату отрабатываешь они сейчас пацаном закончат и снова сюда придут помогите давай режь аккуратно я буду ногу держать что-то орех дебил я заделываю за тебя он дернулся я потому и вас в ульяновске все такие тупые видишь идет пена это это и пилептия началась видно если так подействовали боль ка бы знать а кровью бой становится все таки порвали мне ноги шире руки ноги шире руки чисто чисто Маша, ты как? Нормально. Давайте скорее! Туда. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привел, Пузырь, молодец. Что тут у вас? Ненародное тело брюшной полости и приступы перелепсии. Полный боекомплект. Я укол сделал, надо срочно поднимать. В таких случаях опасно поднимать? Других вариантов нет. Ладно, опускайте носилки. Только фиксируйте плотна. Семечки давай быстрее. Есть быстрее. Поднимайся. Есть поднимать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вам еще нужен? Конечно, нужный доктор. Вы Полину еще не нашли, и кто его знает, в каком она состоянии. И то верно. Изырь, нюхай. Куда он пошел? Строители же сказали, что она в той стороне. Пузырь брать не будет. А строители будут? А строители могут. Вперед, Пузырь. Вперед. Так, это его, а это ваша. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сюда? Да. Сейчас здесь искать будем. Отойдите, пожалуйста. Да нет тут никого. А собака, говорит, есть. Попрошу покинуть зону строительных работ. А дома полицию вызовем. Отошли, вам сказали. Чего непонятного? Полицию, если что, мы и сами вызовем. Ну, кому будешь верить? Собаке или человеку? Смотря какой человек, а какая собака. Полина, вы здесь? Да. Да, помогите. Скажите, вы ноги свои чувствуете? Ага. Да, чувствую. Больно, очень. Это хорошо, что чувствуете. Надо со стороны головы разбирать. Логично. Сидеть? Где эти строители? Может, за полицией побежали? Я вообще думаю, что это не строители. И на том спасибо, что ваша свободная пресса не прибила меня нафиг. Не собиралась я вас убивать. А ты вообще молодца. И парень твой тоже. Он не мой парень. Этого в автобус. Только пока не уезжайте. Здесь еще все смотреть надо. Встать. Давай, давай. Вперед. Ты идешь, Юля? Да, иду. Так, молодежь. Иду идти по домам. А вообще, выпрыгнулась. Ну, в чем-то Григорий прав. Вы реально молодцы. Ты теперь по домам. О, привет. Долго еще? Сейчас, подожди немножко. А долго еще? Сейчас, потерпеть надо немножко. Надо потерпеть, чтобы твои ножки освободили. Давай, я пока голову осмотрю. А что? А что, голова? Что? Да, ничего, ничего, ничего. Все замечательно. У тебя просто ерунда. Главное, чтобы голова была цела. Нам же без головы никак. Посмотри на меня. А без ног? Нет. Вы что, мне хотите ноги отрезать? Тиже. Давай быстрее. У меня там, кажется, истерика. Тихо, тихо. Нет, я не дам вам ноги резать. Не дам резать, мам. Да что ты? Больно. Тихо, тихо, тихо. На меня. На меня. Смотри на меня. Дай мне руку. Дай мне руку. Дай мне руку. Чш-чш-чш. Смотри на меня. Туда не смотри. На меня смотри. На меня. На меня. Смотрим на меня. Все же хорошо. На меня. На меня смотрим. На меня смотрим. Сейчас волшебный доктор тебя вылечит. И ты будешь танцевать, как балерина. Веришь мне? Веришь? Смотри на меня. Веришь? Веришь? Умничка. На меня смотри. Туда не смотри. На меня. Ты же у нас самая красивая, да? Помоги. Я здесь. Я здесь. Слышишь меня? Я понимаю. Больно. Не мешай доктору. Не мешай доктору. Вот стоило так шуметь, а. У тебя, скорее всего, перелом. Даже не открытый. Сейчас шинку положим и подымаем. Семечка, дай сумку. Все хорошо. Все хорошо. Ты большая, Ломти. На меня. На меня отрежи. Аппаратно, пожалуйста. Конечно, конечно. А сумка ваша? Извините, сумка наша. Лена, помоги! Молодец, Семечкин. Пузырь взять? Ну все, теперь точно по домам. Че, испугалась, милая? На, вот, держи. Талисман у тебя будет. Вообще-то, это пузырь, а талисман должен быть. Стреляли-то в него. А, пузырь обойдется. Так, судя по довольной физиономии, ты что-то нашла? Чертеж? Угадай, чего? Черт двигателя. Значит, какой-то инженер из группы на него работает. Не завидую я этому инженеру. Думаешь, ему что-то угрожает? А ты думаешь, нет? Ульяновский как было? Заказал мусоргский китайцу селитру. И что? Больше не пригодился все в расход. Юль, ты на сто процентов уверен, что это китайцы? Хорошо. Это документы к чему? К двигателю? На каком языке? Макс, надо его брать. Ну да, без вариантов. Хорошо, что я бойцов не отпустила. Я в этом, прикиньте-ка, битюк по пони. Сережа, ну у тебя метафора. Ты красивый взрослый мужчина. Мы пришли в приличный дом. Да, я вижу. Я уверена, вы подружитесь. Привет! Привет, привет! Боже, да вы при параде? Я думала, что мы так шашлычков пожарим во дворе. Не будет у нас прям раут. А никто и не думал. Просто у Жои Сергеевны свои представления о приличиях. Ну я тогда тоже пойду переоденусь. Нет, Алла, ты отлично выглядишь. Не обращай внимания. Ну, просто я дома засиделась. Используй любой повод нарядиться. Ты отлично выглядишь. Спасибо большое. Вино, торт. Тьфу ты, торт, вино. Пойдемте, Ваня уже мангал раскочегарил. Раскочегарил. Ну что ж, пойдемте. Как у вас красиво. Здравствуйте. Знакомьтесь, Иван, Зоя и Сергей. Здравствуйте. Здрасте. Да мы вроде знакомы. Очень рад, товарищ подполковник. Да? Нашлась. Привет. Привет. Я тебе тут. Спасибо. Жор, ты прости меня. Тебя-то за что? Это ты меня прости, это же я накосячил. А ты обиделась правильно. Нет, это ты меня прости. Прости меня за то, что я вообще тебя туда потащила. Валялись бы с тобой на пляже, а не вот в этой вот больнице. Ну, зато потом было бы нечего рассказывать. Да ну, расскажи кому, никто же не поверит. Внуки поверят. Поль. Внуки? Внуки. Сочи, на самом деле, очень правильное место, чтобы растить детей. И внуков. Климат, воздух, образование не хуже столичного. Да, я слышала, к вам уже почти пол Москвы переехал. Угу. Скоро и вторая половина приедет. Нет, правда, вам очень повезло, что Сергея сюда перевели. Нам всем повезло. Да. Вот видишь, а ты не хотела ехать. Какие гостеприимные хозяева. Ну, это же Кавказ. А вы оба здесь родились? Я да, а Ваня из Сибири. Но давно уже тут осел. Опять же, повезло. Нет, просто я прикуп знаю. И подкуп. Сережа. Ничего страшного, бывает. Просто кто-то умеет деньги срабатывать, а другие умеют только завидовать. Ну да. Кто-то людей спасает, а кто-то их жжет. Сережа, прекрати. Вообще-то, за вранье можете прилететь. Конечно, прилетит. И очень скоро. Слушайте, чайку может? Вы же торт такой принесли. Я помогу тебе? Да нет, не надо, я сама. То есть, вы меня сейчас Валжетом называете? Понятно. Да называю. Подполковник, а ты не оборзел? Конечно, оборзел. Это же я взятки всем даю. Склады жгу. Молоденьких девочек в постель таскаю. Что? Что ты лепишь-то, а? А про Соню нашу ничего не хочешь рассказать? Что? Понял, Сережа! Я тебя убью за свою дочь, ты понял? Нет, нет, Сережа! Нет, пошли. Сережа, я прошу тебя. Ладно, нам кажется пора. Давно пора. Алла, я… Спасибо, я позвоню. Да, да, у меня пиджак забыли. А, да. Извините. Зоя, Зоя, ну подожди. Чего подождать? Пока ты очередной скандал устроишь или морду кому-нибудь набьешь? Да это мне набили только что морду. И правильно сделали. Потому что у тебя все негодяи, один ты молодец. Ну подожди. Ну… Назад садись, пожалуйста. Ванюш, прости меня. Она же мне говорила, что он из МЧС, но я как-то значения не придала. Вот дура. Малыш, перестань, все хорошо. Ну как хорошо, испортила такой вечер. Да нормально посидели, чтоб все прекрасно было. Не переживай. А у меня на него давно руки чесались. Пусть тебе запомнит, как лезть в чужие дела. А если он на тебя полицию натравит за побои? Я что умоляю, какая полиция? Кто сюда сунется? Не двигаться, ФСБ! Что-то происходит? Ну что, Ваня? Гражданин Будилов, вы задержаны по подозрению в промышленном шпионаже, похищении человека и терроризме. Уводи. Привет. Спокойно. Пошел. Увечения Trail Продолжение следует... 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 Стоп ты, провалился! Еще кто-то у меня получит Не колется? Глупо было на это надеяться А как по мне, так он и правда, ни сном, ни духом Не верю, все ведет к нему Почерк инженеров добыл? Вот собираюсь их на экспертизу отдать Угу, времени нет Если до того инженера, который слил ему чертежи и дойдет, что Будилова арестовали Он за границей рванет и привет, покажи А ты сама по этим буковкам и почеркам познаешь? Задачка вся не сложная, стоп! Буква Е Ставь на прослушку Понятно Все, мужики, дальше пешком, переодеваемся Здравствуйте 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 Скажите, тут парнишка ваш местный не пробегал, Артем Ладышев? Стема, я видела, он как раз из школы шел домой А что? Там вообще-то стреляли Где стреляли? Когда? Недавно Да, там, наверху Надеваем снаряжение и вперед А с Темой то что? Ничего страшного, мама потеряла Мама потеряла Мама потеряла Надо же Что ж это такое? Что ж это такое? Ах Ах А-а-а! 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 Уйди ты уже! Наконец! Эх, тебя, малой! Погоди! Ща вытащу! Вы его сначала застрелите! А-а-а! Ну чего стрелять? Застрелить — это каждый дурак! А-а-а! 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 Застрелите вы его уже! А-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! 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 Блин, дома! Ну я же слышал! Оттуда были крики! А я что, по-твоему, глухой, сынок? Наверняка ты слышал отраженный звук! Оттуда шел звук! Доктор, вот вы что слышали? А я вообще ничего не должен слышать! А если должен, то только фонендоскоп! Время теряем, ребята! Давайте быстрее! Вот именно! Туда шуруем! Отраженный звук! Ну капец! Поморчи еще, фамилия! Сумку не забудь! Я с детства по лесам хожу, а мне будут про звуки! Тёма! Тёма! Тёмочка! Я бегу! Тёма! Тёмичка! Я бегу! Тёма! оттуда крик был. Точно? А это не отраженный крик был? Ох, парень, сейчас твой крик отразится, если хамить не перестанешь. Да хорош, вам уже там, может, пацана медведь жрет. Ну, прогресс в лечении у вас наблюдается. Кислород на ночь я вам отменю. Ингаляции пока продолжайте. Спасибо, Марьяна Ивановна. Я уж боялся, что вы так и не заговорите со мной. Нам сюда. Зачем? Хочу вас с пациентом одним познакомить. Раз уж вам все равно в палате не сидится. Вот, знакомьтесь. Это Илмаз. Здравствуйте. Мироба. Он даже по-английски не говорит, только по-турецки. Спасибо. Так вот. Да, одно слово. Я не могу понять, что с ним. Он поступил к нам с сердечным приступом. Мы его сняли. Но он ничего не ест теперь. Соответственно, он слабеет. ЖКД проверяли. Все в порядке. Загадочно. Так чем же я-то могу помочь? Я думаю, что у него депрессия. То есть он на этом фоне специально отказывается от еды, потому что умереть хочет. А антидепрессанты давали? Нет пока. Я подумала, прежде чем делать все это, может быть, вы разберетесь? Как же я, если он только спасибо. Спасибо. Это то есть вы мне такое задание даете? Как я вам могу задание давать? Я вас об помощи прошу. Соня, подожди. Подожди, подожди. Ну, не руби ты так сгоряча. Отпустят папу твоего, поймут, что он невиновен. Конечно, отпустят. Куда они денутся? А с меня хватит. Сколько я тут наслушалась про него. Да подожди. Ну, мы же не знали, что он твой отец. И фамилии у вас. Но они же разные. Мама его вообще ко мне не пускала, пока жива была. А теперь у меня только отец остался. И плевало я, что вы там про него думаете. Да ничего мы про него не думали. Подожди, подожди, не надо. Вы зачем приехали? Я здесь работаю. Вижу, как вы работаете. Вы все портите. У нас был такой отряд, а потом вы. А теперь вот и отец. Что он вам сделал? Мне пока ничего. Просто соврала о том, что хранилось у него на складе. И ты соврала. Я не врала, я не знала. Ты зачем осколок Игорева из сумки стащила? Вы говорили про папу. Я поняла это против него. Вы сами сказали, что осколок быть уликой не может. Я папе его принесла, чтобы он честно объяснил, откуда, что за баллоны. А он вообще не знал. Ну, отлично. Никто ничего не знал. Ты зачем в кабину грузовика поляла после пожара? Кого он должен был задавить? Да я… Да я никак… Что ж такое? Я потеряла одну вещь, думала, она в кабине. Потом у лестницы нашла. Какую вещь? Вот эту. Это что такое? Ничего, талисман. Просто он мне дорог. А вам хоть что-нибудь на свете дорого, кроме ваших улик? Папу отпустите! Вот он! Да, не прет сегодня парню. Медведя нет уже хорошо. Это точно. Артем! Помогите! Спокойно, спокойно, Артем. Не дергайся, сейчас вытащим. Да не меня! Его! Медведю, что ли? Егер, помогите! Там егерь! Прохоров, помоги, поминуя парню. Не дергайся, сейчас вытащим! Его унесет сейчас. А может, его лучше сетю потянуть? Вытянуть будете, а я его голову придерживаюсь. Ты давай к себе цепляй. На руки его бери и тащи. Все тебе он придумал. Он тебе три желания не исполнит. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Учись учить, Фомин! А то привык только девчонок в море хватать. Там тебе и сеть не нужна была. В следующий раз на девчонок с пистолетом пойду или с ружьем. Довольно неплохая идея. Теперь давай вытаскивай аккуратненько. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, опасно, так вместе улетим. И что, как же я? Спокойно, спокойно, парень. Сейчас я тебя попытаюсь зааркалить. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Тёмка! Заячек мой! Ты как? Мама, уйди! Там же медведь! Артём, не шевели! Сорвешься! Тише, 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 парень! Нет никакого медведя! Тут нет медведя! Он нашел! Тёмка, держись, я иду! Стоп! Мамаша! Не надо никуда идти! Стойте там! Тихо, давай, тихо. Давай, давай. Опа, всё. Тихо, тихо. Опа, так. Соня, чего ж ты сразу не сказала про неё? Мне кажется, что талисман совсем не стыдно иметь в нашей профессии. Это из-за неё тогда пожар был. Меня спасатель вынес и подарил. Сказал, если она меня не убила, теперь хранить будет. Да ладно, ты её так с собой носишь. Я ж так ради шутки ляпнул. А я храню. Я тогда и решила в МЧС пойти. Отец разозлился, сказал, что я должна быть в бизнесе, но… Погоди, так это ты её, что ли, спас? Знаешь, как я на тебя повлиял, оказывается. Да какая разница уже? Ну, что, старик? А, это я старик. Я старик. Чего тебе так накрыло-то, а? Я мюю кисти вору. Ну, как же ты в Сочи-то оказался? Может, ты к девушке приехала, антиабортонола. Ну, как её вот… Как Наташа, Маша, Даша, Глаша… Как? Мэн, Платон, Витч, Кэрши, Гем, Юр… Вот с собаками легче общаться. Они хоть ничего не говорят, зато всё понимают. Ну, от чего? Нос холодный. Дыхание ровное, спокойное. Лежит, молчит. За мячиком не бегает. Ждёт хозяина. Хозяйку. Бэн, Бурдо, Калючин. Да? Попал ты, братец. Как же тебя мама-то не научила, что все беды от русских баб? Чего ты лбасишь-то? Чего ты знакомый услышал, а? Ну, чё, себе этот русских баб. Бед русских баб. Баб, кебаб, 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 кебаб. Ха! Так тебе чё, наша еда не нравится? Там это, каша, борщ, а? О-о-о. Так, ладно, ладно. Артём, слушай меня. Я сейчас попытаюсь эту петлю на тебя набросить, а ты постарайся на локоточках подтянуться. Сначала одну руку, потом другую. Верёвочку поддень. Я под мышками тебя затянул. Ты понял меня? Ага. Попробую. Сможешь? Нет. Ой! Сломается! Да не кричите вы мамашу! Ему и так страшно! Всё, держись! А вы можете ж как-нибудь, ну, так, сверху вытащить? Не дрейфь, пацан. Сейчас я по-другому попробую. Подстрахую тебя и подползу. Держись! Каску надень, молодой. А это зачем? Чё, нельзя просто за верёвку вытащить? Он ухватится покрепче. Руки у него затекли, на подмышках висит. Может, не удержаться, выскален, когда тащить будем. Не шлёпнется. Да. Вы хотите носилки растянуть под ним, чтобы спрыгнуть, да? Тоже, конечно, рискованно. Но, думаю, удержим, если ты не слабак. Ну, он-то хоть брыкаться не будет, как ваша дочь. Тебя ещё раз макнуть? Я сам макнусь. Слушайте, а зачем носилки? Они же маленькие. Вот, а сеть большая, прочная. Мысль хорошая. Тащи. Ага. Ну, как он? Позвоночник, вроде бы, целый. Скорее всего, закрыта черепном мозговая. В больницу надо срочно. Мы сейчас пацана снимем и всех унесём. Чё там с пацаном? Давайте помогу, чтобы поскоренькому. Ну, а его можно одного оставить? Никуда он не убежит. Ага. Звонка от любовника ждёшь? Ну, чё его ждать-то? Вот он топает за спиной. Как сломан. Вяшик, провальщик из меня не очень. Угу. Тренируйся. Между прочим, у меня скоро смена заканчивается. Да. Ничего. Намёк на культурный отдых? Ну, было бы неплохо. Ну, давай. Мы тнёмся куда-нибудь. В казино. Куда? Да. Ну, раз у меня сегодня такая везуха, надо использовать по полной. Ты балда. То есть вот прям настолько не любит, чтоб голодать? Ну, наверное, его мама в детстве избаловала. Вы скажите, чтоб мне на кухню поштили. Я ему лохмаджун сделаю. Лохмаджун? Ну, да. А кебаб тут я не приготовлю. Гриля нет. Ну, здесь и перца нет, и петрушки нет. Какой тут лохмаджун? Это нормально. Я своим ребятам на работе часто готовлю. В смысле? Клиентам? Ну, ну да, клиентам. Интересная у вас психотерапия. Но ваши клиенты, они, может, ничего не смыслить в турецкой кухне. А этот парень разбирается. Ладно. Я сама всё куплю и сама приготовлю. Вас на кухню всё равно никто не будет. Так, мужики, я наверх полез. Кость, ты внизу страховишь. Димыч, на ту сторону. Только не спеши. Да какой не спеши? Он сейчас шибанёт. Если ты шибанёшься, ему от этого легче не станет. Зато у вас настроение поднимет. Это точно. Разбежались. Стоять! Вперёд. Тём, ну ты как? Нормально, мам. Держусь. Мама Джорика. Я знаю, малыш. Ты не думай сейчас об этом. Жалко, я его не застрелил. Не волнуйтесь, мы сейчас надёжную страховочку организуем. Что там у тебя? Течение сильное. С берега не видно. Так, значит, не балуйся, ты его не удержишь. Удержу. Ноги поширь поставлю. Артём! Давай! Стой! Артём! Держись! Не прыгай! Не дёргайся! Фомин! Ещё раз командуешь! Второй фонарь под глаз повешу! Амаша, а вас как зовут? Людмила! Очень приятно! Люся, нам помощь ваша понадобится! Спускайтесь быстро к воде! Хорошо. Рохоров! Подтягивай сеть к себе! Привязывай верёвку к дереву! Фомин! Натягивай сеть! Перебрасывай верёвку на тот берег! Люди! И два шага назад! Понял меня? Как поймаете верёвку, один конец привяжите вот к тому дереву! А второй вязать не надо! Просто в руках держать будете! Ясно? Отлично! Да! Дима! Грузило какое-нибудь нужно привязать, чтоб перебросить на тот берег! Вот! Молодцы, Налюся! Это я не тебе, Фомин! Готово! Товарищ майор, вы только не падайте сюда, если мост проломите! А то сеть не выдержит вас! Я на сеть не буду падать! Я тебе на голову упаду! Всё равно она бестолковая! Держись, держись, Тюн! Я уже близко! Я спи, я спи! Ничего не трестит! Давай руку! Отлично! Есть контакт! Мама, беги! Держи! Стемка, держись! Держись за седку! Держись за седку! Хватайся за меня! Руки не работают! Извините! Ну еще бы руки затекли! Сегундочку еще! Давай! Ноги! Стема, ты цел! Люда, всё в порядке! Товарищ майор! Вы там как? Отлично! Я тут посплю! Ты к обеду меня разбуди, пожалуйста! Вообще-то, летучих мышей будет к ужину! Так, всё-всё-всё! Тихо-тихо! А я пошел за третьим! Тихо-тихо! Всё нормально! Товарищ майор! А я иду вас поднимать! Просыпайтесь, товарищ майор! Не спеши! Проваливайся! Аккуратно! Ага! Ноги целы? Так, не больно? Нет! А ну этого? Не больно? Как он? Мамаша! Сейчас проверим, осмотрим, согреем! Потом я всё доложу! Ну-ка, посмотри на меня! Мама, уходи оттуда! Там медведь! Беги сюда! А правда, где медведь? Куда он подевался? О! А медведь-то отдыхает! Всем тихо! У нас тихий час! Не шумите, граждане! Ах! Люда! Ничего себе! Это вы его прям так чётко в лоб успокоили! Да это я так! Между телом! Ого, мама! Ты крутая! Это ему за Жорика! Оцепи ногу, Фаби! Так, так, так! Давай! 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 Оцепил! О! О! Ловить! Товарищ майор, поехали! Вот молодёжь эта сила! Тягловая! Спасибо! На здоровье! Лопай давай! Аромат какой! Вы ещё кулинар отличный! Марьяна, вы замечательный доктор! Неравнодушный! Вот кто бы ещё стал так своих пациентов кормить? Да мне это в радость было, если честно! Я у плиты, наверное, лет сто не стояла! Для себя, для одной! Мне... Зачем готовитесь? Марьяна! Вы простите меня! Вы меня лечите, а я вам столько гадостей наговорил за чём-то! Это вы правда тогда сказали! Я только после ваших слов поняла! У меня действительно нет никакой жизни, кроме этой паницы! Марьяна! Ну, жизнь — дело такое! Захотите будет! Не знаю, Владимир Александрович, какой вы там кулинар, но психолог отличный! Я вот выпишусь и приготовлю для вас что-нибудь! О, парень! Ну, может, хватит? Оставь мне хоть кусочек! Спасибо! Спасибо! Классно здесь, конечно! Столько времени в Сочи, а ни разу в нормальный ресторан не ходили! Ну, я смотрю, москвич на все время-времени просыпается! Да, всё реже и реже! Слушай, давай возьмём отпуск, а? К маме съездим, я её повидаю! Я уверен, что ты ей понравишься! У вас такие серьёзные намерения, да, молодой человек? Ну, конечно! Я надеюсь, такие же, как у вас? Ну что, как там наш друг? Ты про Будилова или про инженера? Про второго! Нормально, слушай, был звонок час назад, ему назначили встречу! Кто? Номер не отследили! Зараза! Хорошо, где? Встреча где? Пляж «Роза Хутор» через час! Пляж «Роза Хутор»? Чего ты дёргаешься? Он не сбежит! Там наша наружка! Да что она может-то, ваша наружка? Слушай, они же не бойцы! Макс, ну серьёзно, ты совсем не догоняешь! Они позвали его, чтобы убирать! Саша! Да, я понял! Роза Хутор! Нет, Саша, я тебя… Даже не думай, одну не отпущу! Мамаша, докладывай! С вашим сыном всё в порядке! Небольшая царапина! Так что не переживайте! Так, всё-таки, где ж ты так? Это, наверное, когда я падал. Понятно. Ну, я думаю, что мы с такой героической травмой других врачей беспокоить не будем, правильно? Спасибо вам! Спасибо! Вы его, пожалуйста, до деревни доведите, а я за машиной сбегаю и за ним приеду! Тём, дождись меня там! Я скоро буду! Мам, ты беги! А то вдруг медведь проснётся! Ты не переживай, он не проснётся! В него столько снотворного вкололи, что он ещё неделю спать будет! Так, давайте вы в деревню, дождитесь там мамашу, а я с ним в больницу поеду! Ага! Кост, прими! Я поговорю! Пошли! Да, слушаю! Майор МЧС Петров! А, департамент охраны природы! Давненько мы вас не слышали! Ну, чё надо? Медведь-то? Медведя мы нашли! Нашли! А с какой целью интересуетесь? Да ладно! Приехали уже! Прямо к лесу приехали? Ну, молодцы! В следующий раз мы вас будем на отлов черепах вызывать! Все, сейчас увидимся! Ну что, герой, пошли! Этот Беликов слил чертежи на страну! За деньги? Ну, может и по любви! В любом случае, если здесь будут люди-китайцы, они могут нас с тобой узнать! Почему сразу люди? Может сам китаец? Или ему не по чину инженеров влить? Ну, я просто думаю, что ради такого он рисковать с собой не станет! А ещё надеюсь, что китаец уже у нас! Будилов! Ты уверена? Почти! А вон он, кстати! Кто, китаец? Да, Беликов! Кто, китаец! Кто, китаец? Кто, китаец? Кто, китаец? А может, у меня сын родится? Откуда вы знаете? Да что ж ты споришь-то постоянно со старшими по званию? Я тебе сказал, что у тебя дочь родится, значит дочь родится! Вот я и посмотрю, когда какой-нибудь собляк будет её хватать! А этого собляка кулаками дубасить не буду! Есть какие-то цивилизованные способы! Согласен, конечно! Есть цивилизованные способы! Только я тебя не спрашивал, чего ты не будешь делать! Я тебя спрашиваю, что ты будешь делать! Вот поставь себя на моё место! Что бы ты сделал? Ну, убил бы сразу! Да здравствуют цивилизованные методы! Ладно, Дим, если серьёзно, ты уж не обижайся на меня, прости! Я малость перегнул палку! А, это точно! Вы тоже меня извините! Если бы мне понравилась ваша маша, я бы вот так приставать не стал! Честно! Ну ладно, хорошо! Хорошо, что тебе моя дочь не нравится! Запомни это! Всё, проехали! Без обид! Ладно! А можете вот здесь остановить? Мне за домом ближе отсюда! Только я не говорю, что мне ваш не нравится! Ах ты! Убью! Только бы он на лавку не сел! Почему? Ты чё, кино вообще не смотришь? Во всех фильмах так! Если чувак сидит на лавочке, к нему подойдёшь, он обязательно будет мёртвым! Ага! Ну он тут ещё живой, смотри! Да, еле живой! От пиваса! Живее всех живых, поверь мне! Дорожка! Слушай, а ведь он может вообще не появится здесь! Выстрелит вон из окна! В гостинице, например! Или из машины какой-нибудь! Благо, и здесь немного! Тихо, тихо! Помогите! Убивают! Полиция! Немного не рассчитал. Ты что, больной? Успокойтесь, я вас от пули спас. Не высовывайтесь. Здрасьте. Вы тоже заодно с ними? Да это не важно, Беликов. Очень важно, с кем вы заодно. И вы нам это расскажете, а иначе мы не сможем вас защитить, а? Вы как? Тьфу-тьфу-тьфу. Слушайте, я уже устал. Почему? Вы полдня проспали, кормят вас хорошо, здесь тихо, проблем никаких, дел никаких, красота, как на курорте. Я устал доказывать, что я не совершал никакого преступления. Ну, это потому, что у вас маловато доказательств. Зато у меня много складов, и я не обязан знать обо всем, что на них лежит. Директор сообщил, что ничего опасного, все. Вы, кстати, его допросили. Виктора Погодина? Ну? Нет. Мы его еще пока не отыскали. Вот как? Интересно. Ну да, нам тоже. Вы хотели домой позвонить? Держите. Вы хороший следователь, да? Спасибо. Валер, ты все еще хочешь уехать? Я не против. Ты всегда не против. Не против ребенка, не против отъезда. Ты сам-то чего хочешь, Валер? Я хочу, чтобы у нас все было хорошо. Как раньше, когда я думал, что тебе со мной хорошо. А мне с тобой хорошо. Тогда чего ты хочешь? Ну, правда, Варь, почему ты заговорила об отъезде? Я был прав, у тебя здесь кто-то есть? Я вы за МЧС? Да. Ежов. Ты же в полковнике не рвешься. Я решила с генералом закрутить. Я думал, что, может, кто-то из наших ребят. Почему это? Ну, потому что раньше ты постоянно бывала на базе. Потом как отрезала. Ну да. Я же не стою на работе. Логично предположить, что у тебя на базе мой любовь. Ладно. Проехали. Ты хочешь уехать? Не хочу. Ну, и отлично. Пап, прости. Это все из-за меня. Если бы я тут не работала, они бы к тебе не прицепились. Ну, здрасте, выдумала. Ты-то здесь при чем? И Алла моя туда же себя винит. Нет-нет, Алла правда ни при чем. А ты правильно мне тогда сказал. Это я, дура. Зря я сюда пошла. Соня, не раскисай. Ты правильным делом пошла заниматься. А я... А у меня все будет хорошо. Не переживай. Не реви, сказал. Все. Поцелую. Соня, послушай. Пока посидите здесь. Вот. Узнали? Это он купил у вас чертежи? Нет, не он. А так? Ну, вы смеетесь что ли? Все время ни одного и того же показываете. Точно не он. Он сейчас за этой дверью. Мы можем вам мощную ставку устроить. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, он был такой, ну, такой, ну, такой среднего роста. Такой шея такая. Такой? Он. Виктор, побой же. 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 Продолжение следует... 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 Продолж... Продолжение следует...